Продолжаем запись 15-го первого времени. Продолжаем. 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 Продолжение следует... 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 Если бы вся эта лига 20% не была настолько жадной, всем бы всего хватало, в разумных, конечно, пределах. Все бы чувствовали себя вполне удовлетворёнными, хотя в пределах человеческого удовлетворённости нет конца и края. В материальном плане всё происходит до определённого предела, и наступает пресыщение. Ну, как вот человек пытается, уже пресытился, больше есть не хочет. То же самое с материальными вещами происходит. Больше он пользоваться этим не хочет, а там проходит время, и он возвращается к этому. Ну, либо, как у меня было, покупает что-нибудь наподобие, либо новую модель ищет. Ну, многие не способны осознать факт того, что всё это бессмысленно абсолютно. А вот от меня осенило. Потому что я трачу столько сил. Допустим, это после телевизора произошло. Нет, это после домашнего кинотеатра произошло. Да, я его притащил, то есть за районную коробку поставил на полу, думаю, что дальше? Вот он у меня теперь есть. На этом мы предшествовали походы в магазин. Слюно-течение на эти пять колонок с этим, в общем, кинотеатром, который стоит на витрине, да? Я мечтал. Ну, в общем, так происходило с каждой вещью. И с телефонами, с фотоаппаратами, с видеокамерами. Видеокамерка, это вообще больше всего. Я ходил, смотрел, выбирал до самой рекламки. И рассматривал, и мечтал только об этом. Конечно, в итоге все это у меня появилось. Я потом уже осознал, что я могу купить все, что угодно. Если сильно захочу потратить это время и сильно, главное здорово. Но я просто понял, что это все не имеет смысла. И после телевизора 10,5 тысяч гривен, 3D что, и 42 дюйма, Full HD, LED-подсветка, все положено, и 3D-блю-рей проигрыватель. Я просто осознал, что уже все. В конечном итоге я еще взял в кредит системный блок за 5 тысяч. И клавиатуру беспроводную, с мышкой беспроводной комплекта. Но все-таки я уволился, перед Евро. Там были на работе. Просто некому было работать. Я там за грузчиком работал, когда работал бригадира. Меня это все замахало, я ушел в другое дело. Вертался на заморозку. Там тоже самое, тоже самое грузчиком, только меньше зарплаты. А, вот, в конечном итоге я уволился. Я живу к тому, что не стоит ему того, всего этого. Пока человек сам не пройдет, он вряд ли это осознает. Поэтому можно говорить, сколько влезет, но это сложно понять. Я так думаю, если в детстве человек не наигрался игрушками, не присытился всеми этими игрушками, то в взрослом состоянии он будет продолжать играть. Допустим, пример моего отца. Мне надо рассказывать, что в моем детстве он покупал игрушки, и сам же ими игрался. Вот. Почему-то потому, что в его детстве ему хоть и давали деньги на игрушки, но так случилось, что он попал в детский интернет. Дальше он не наигрался. В результате, даже несмотря на то, что меня здесь не было, начиная с моих четырех лет, он продолжал покупать игрушки. Короче говоря, я приезжал сюда на летние каникулы, играл с этими игрушками, но поскольку они у меня уже все были, как бы я к ним особой привязанности не испытывал. К тому же он мне присылал некоторые игрушки по почте. Это была детская железная дорога. Это была действительно железная дорога. подключенная к сети, паровозики, все как положено в вагончике, и включаешь, регулируешь, мощность тянет по кругу. Так вот. Еще кто-нибудь, как мы их соединяли, подключали. Вот. У меня приспичило в туалет. По-прежнему раз в двое суток. Я сейчас вернусь сюда, расскажу. А что я по этому поводу думаю? Так вот, я как бы наиграл по игрушками, а не наигрался. Так, сейчас мой вес после яблок 77,5. Я вам покажу свой шифонер. Ну, не мой. Шифонер, короче, все в русском. Оставайтесь со мной, не уходите. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше scale Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай, я снял. 76,9. Ну, 600 грамм. Потому что он, наверное, половина все-таки моча был очень мкал. Я обещал показать игрушку. Угу, так вот. Когда я был маленький, половина этого шифонера приезжал, открывал дверь, видел всю эту кочку вечно варивающуюся на меня игрушек. Я просто балдел от счастья. Одним из любимых моих фишек был вот этот вот щит. Да, еще было модно Конона смотреть. Конон-то в первую очередь... Ну, конечно. Блин, шлема у кого-то не было, он все-таки не рыцарь, он варвар. Ну, ладно. Наверное, щит уже не было. Вот об этом я и говорю все. Вечно вываливающийся. В общем, пока я так не рассказал. Вот так вот, наверное, поправлюсь. Кто шпатовый знает, будет такая ли истерь? Ага? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok на 5 рублей 50 копеек я к чему веду пока человек не просыпется всем этим будет тратить свои деньги сначала на детские игрушки понятно зачем еще здесь на чердаке тоже готовы короче они у меня просто потом во дворе была мода у нас музыка везде конечно была модно пока у нас не появился нормальный кассетный минитофон у нас был бобильный потом уже появился кассет но я каждую лишнюю копейку не тратил копил чтоб купить кассеты скутер боялся отстать своих друзей так называемых что они что-то есть а мне чего-то нет и короче грамм действительно скутер нравился я все альбомы на 4 альбом было благодаря этому я научился экономить деньги использовать эти ресурсы с наибольшей пользой ну и так далее сначала кассеты потом книги потом техника и в конечном итоге я уже этим присутствует этим материализмом понял что все что тратили зарабатываешь тратишь она уходит как вода сквозь пальцы либо на выпивку на пьянку на сигареты на еду на тоже здоровье видишь так и ничего не остается родные вспоминания либо на знаки это вещи которые можно конечно металли потерять так или иначе ты остаешься ни с чем и плюс еще и здоровье теряешь но мне уже 26 по работе 27 лет здоровье здоровье я не потерял можно сказать приумножим по крайней мере я не жалуюсь но одна проблемка есть надо от нее избавиться и то чем я сейчас занимаюсь мне в этом помогает я это чувствую я считаю чтобы каждый человек осознал что на самом деле стоит заниматься а еще делать не стоит первая очередь нужно конечно да присутствует со всем этим тоже практически это сложная ситуация осознать что итог будет один и тоже конечно но и каждого из нас ждет смерть другое дело не пара человек умрет а то как он прожил свою жизнь если не остаются одни воспоминания только о том как он в пустую деньги свои заработанные тратит там это стоит потраченное время самое главное это время которое ни за какие деньги не вернешь если ты его ни на что тратишь потом больше глубоко жалеть об этом все взрослое поколение должно быть должно стать примером молодому поколению мы видим что такого не происходит это молодое поколения растет еще хуже чем взрослые дата никого развития не происходит сплошная деградация я не стану всех конечно под на ребенка ставить в большинстве что он так она и есть к сожалению Войны. Войны всегда были, всегда есть и всегда будут. Если людей дальше будут себя так вести, то войн будет ещё больше. Есть у меня идеи, конечно, по этому поводу. Первый человек должен стать, ну, хотя бы не стопанством, независимым от внешнего, так сказать, мира, но хотя бы стремиться к этому. Стремиться к этому это вполне возможно. Допустим, ну, по крайней мере, я так считаю, у семейцев населения так или иначе есть плодовые деревья, доступ к фруктам, либо возможность попить фрукты в сезон. Так или иначе они покупают продукты и стараются купить какие-то мясные продукты. Ну, для большинства это, естественно, курицы. Вот. Ну, я же вам говорю, что постепенно происходит пресыщение и... Ну, чувствую, что уже переедаешь, съедаешь десяток-полтора яблок, сколько их там я очищаю, просто переедаю. То есть, по сути, не надо тратить столько денег, сил на еду, чтобы получить все необходимое для организма. Нужно только пройти этот период адаптации, три года. Таким образом, человек уже будет независимым в плане питания. Одновременно с этим они не будут развиваться, все те болезни, которые с возрастом появляются. Он уже не будет независим... будет независим от аптеки, поставок лекарств. Допустим, Донецкий за этим болел. В регулированных территориях большие проблемы по поводу репресса. Их там было просто очень мало. В недостаточном количестве. Это просто ужасно. Когда человек болеет, то же самое в случае с ингалятором. Ингалятор был, денег просто не было. А человек мог не отдохнуть сейчас. Вера ТЭК. Люди, все в ваших руках. Сейчас, как в компьютерных технологиях, особенно молодое поколение, должно как-то соображать. Все-таки не сидеть, просиживать свои штаны перед компьютером за компьютерными играми. Не стоит этого делать. Напрасно проводить время. Редактор субтитров. Судя по первым результатам статистики просмотра первых загруженных видео фруктоведения, просмотры есть, но естественно их мало. И такое ощущение, что начинают смотреть и сразу же заканчивают. Ну, я не ставлю цели, чтобы люди там слишком долго смотрели, пратили на это время, потому что время, во-первых, это деньги, конечно же. Особики зачем пратить? Непонятно на что, да? С первого взгляда в свое время, если можно там телевизор посмотреть, отдохнуть, пойти выпить что-нибудь, что-нибудь. В общем, я веду к тому, что я ставлю своей задачей сделать доказательство того, что все-таки альтернатива тому строю нашей жизни, которая сейчас существует, есть. Как есть альтернатива в энергетике, то есть альтернатива в питании. Вот. И нигде, я же говорил в интернете, я не видел, чтобы тот фруктоед, тот сыроед подобным занимался. То есть имел возможность снимать именно исключительно свое питание либо футами, либо, по крайней мере, хотя бы 10 часов в сутки. То есть сказать можно, да? Показать, как он выглядит, как он выглядел раньше, это тоже будет, конечно же, доказательство. Вот, как не сорваться, это очень большой вопрос. Как раз именно эта тема и работы, чтобы не сорваться. Вот. Ну, это как один из вариантов, как бы, да, да, общественное наблюдение. Типа, там, может, сказал, может, сделал. Так, ладно, пока что не достаточно. Через полчасика скажу за яблочками. Стоит три минуты осталось закачкать файлы. Часа три. А то действительно четыре изображался. Обработка файла для десятого числа файлов. Уже двадцать шесть часов идёт. Поехали. Поехали. То sheet. Поехали. Поехали. Это. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...